Всего через неделю с небольшим новое здание детской школы искусств поселка Развилка откроет дверь для своих воспитанников. Сейчас преподавательский коллектив вместе с родителями учеников вовсю готовится к этому событию. Мы дождались этого радостного часа, когда у нас свое помещение, очень красивое, очень удобное, уютное, у каждого свой класс. Это счастье, это мы наконец дождались. В хореографическом зале предстоит работать молодому наставнику Наталье Никишкиной. Ее направление – спортивные бальные танцы. Для ДШИ это новый проект, который сложно было реализовать в старом здании. Мы начнем набирать детей младшего возраста, 4-5-6-летних деток. Для них этого помещения будет более чем достаточно, а дальше будем смотреть, как развиваться в этом направлении, в этом здании. В другом крыле – отделение изобразительного искусства. Уже сейчас в мастерские закуплены новые мольберты, шкафы для кисточек и красок. А это кабинет директора, где Ирина Валентиновна собственноручно готовит свое рабочее место. Впервые я здесь появилась, наверное, еще прошлой осенью, когда здесь все только начиналось, еще на стадии фундамента. Мы смотрели на это строительство и, конечно, мы не верили, что оно все поднимется и что все случится и все получится. Но, как мы видим, все получилось. Помимо учебных классов здесь будут фонотека и библиотека, которой не было в старом помещении. У театральной студии появятся свои костюмерные. Здание оборудовано лифтами и подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на базе школы среди воспитанников планируется организовать оркестр народных инструментов. Они уже играли в ансамблях у меня, поэтому я думаю, что для них это будет только плюсом, что они уже играли в составах. Я не думаю, что для них будет очень затруднительно, наоборот, очень интересно. И это будет дружеская основа для них. Они будут сближаться, сплочаться, и у нас будет одна общая команда. К открытию готовятся и в актовом зале. Скоро здесь повесят баннер с символикой школы. Сцены украшают декоративными композициями из искусственных цветов. Родительский комитет нам сделал подарок. Мы подобрали соответствующий материал. И это делается для не только открытия школы, но и на будущее, я так думаю. Это достаточно сильный такой декоративный элемент, который украшает наш зал новый. Возле школы проведено благоустройство, а внутренняя отделка здания будет соответствовать определенной концепции. В нашем помещении будут обучаться дети, художники, музыканты. И для них мы раскрасили это помещение в цвета времен года. Одно крыло у нас соответствует крыло художников зиме. Оно у нас исполнено в серых тонах. Есть крыло, которое соответствует лету. Это, конечно же, зеленые яркие краски. Розовый цвет – это у нас весна. И желтый цвет – это, конечно, наша замечательная, красивая, всеми любимая осень. В следующем году Развилковской дыше исполнится 30 лет, и новое здание станет отличным подарком к юбилею. Торжественное открытие состоится 2 сентября, в день празднования 70-летия поселка Развилка. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Ольга Садовская, Видное ТВ.